Всем привет, дорогие друзья! Я рад снова приветствовать вас в кибершколе. Мы снова вернулись в студию, но записываем все все-таки удаленно. Сегодня я созваниваюсь с небезызвестным киберспортсменом Дивайном. Это лучший стрелок в нашей игре, по мнению многих. И сегодня мы будем учиться играть стрелковыми классами. И вообще сейчас в этой небольшой серии роликов постараюсь я и киберспортсмены и другие наши гости рассказать, как играть с собственным классом на максималках, что называется. И вот сегодня мы будем говорить про стрелковые классы, а именно инженера и штурмовика. Дивайн, привет! Что вообще по оружию? Ну на самом деле, что на штурмовика, что на инженера. Какие у тебя могут быть рекомендации? То есть, что ты советуешь брать на эти два класса? Ну вот, на штурмовику, на любая К-15, на АК-15 не так пилят. А на инженера, на инженера там АМП, вот там, каранда Пауэр новая, на ПХ, там очень много оружия, вот на все классы есть. Говорю, кроме вот штурмовика, все, там на медиков, там миллион оружия, на снайперов миллион оружия, который может наиграть, очень спокойно. Ну окей, если тожить, штурмовик первого-наперво М4 Кастом, следом за ним идет АК-15, ну если расставлять какие-то приоритеты, давай так. Вот, а на инженера, опять же, если расставлять приоритеты, то первое будет АМБ, а там, не знаю, номер два, скажи какой-нибудь. Ну, МПХ, например. Сиг МПХ, окей. А второстепенное оружие имеет какой-то смысл или вес, что подбирать для них? Пистолеты, любые. Пистолеты, но самый боевой пистолет это Рюгер. Рюгер, окей. Да. Хорошо, а по снаряжению, что ты скажешь? Ну, давай начнем со штурмовика, что для него ты бы советовал? Ну, новая броня, оброчень это-то есть, либо Blackwood, Blackwood это самая сильная броня. Хорошо, со складом более-менее мы разобрались. Кстати, на инжа, если уж говорить про это все, дополнительные, вот особый, там, не знаю, ремкомплект или там... На инженера? Да, вот имеет смысл какие-то брать конкретные? На инженера есть, который Киларвы, есть композитный. Киларвы, он вроде за кредиты, он должен считаться как лучше, но на самом деле композитный нам... Ну, просто Киларвы, он хилит дальше броню, но хилит ее медленнее намного. А композитный, он там вроде и брони побольше, и хилит быстрее. Поэтому тебе кайц с этим. А Киларвы, он очень слабенький, он очень долго броню хилит. Тем более, если на РМ, то там, ну, что и броня, вот, который Blackwood, там очень много брони, вот, и очень долго хилится с этим Киларвы. Значит, берем композитный ремкомплект на инженера. Окей, с этим тоже разобрались. Следующий наш шаг, это, собственно, игра. Какие показатели для штурмовика, ну, это, типа, считается, что ты классный штурмовик. Надо научиться в голову стрелять. Это, опять же, сейчас это, на самом деле, нелегко. Просто из-за того, что это трудно. Очень многое, где мешает всего. Это можно, конечно, надо время. Ну, то есть, стрельба в голову, это главный показатель. Ну, считай, потому что у штурмовика есть особенность, значит, это, ну, ты попал в голову один раз, ты убился. Потому что того же инженер, например, он не ваншот, может быть. Ну, там есть ваншот только в упоре. А у штурмовика есть ваншот, считай, но везде. Вот в таких режимах, типа мясорубки, командного боя, мы смотрим на попадание в голову, а не, там, на точность, не на количество киллов. Ну, то есть, вот какой-то такой вот главный показатель для нас, да? Ну, да, ну, считай, в голову стреляешь, упиваешь. Мы сейчас пробуем, типа, людей, которые играют в игру, но играют либо там плохо, либо мало и прочее, как-то сподвигнуть играть лучше за, там, свой конкретный класс. Вот если мы хотим научиться, там, попадать в голову, мы это учим на мясорубках, соответственно, и сколько хорошо бы, ну, было бы неплохо играть мясорубок в день, например. Может, ну, не знаю, не знаю, ну, 15, там. 15, ага. 15-20, ну, если это прям хочется тебе вот это. Да можно больше, если у тебя желание есть. Если что касается, ну, какой-то стратегии, пока что поговорим про мясорубку или, там, командные бои. С точки зрения штурмовика, опять-таки, какой стратегии ему нужно придерживаться? Ну, то есть, как двигаться, там, не знаю, подходить к врагам или, там, какие позиции занимать? С точки зрения штурмовиков сейчас лучше всего, не знаю, как мне кажется, лучше всего им играть, если... Да-да, попробовать, не знаю, как именно на дальней дистанции там ловить, либо играть как от верха, потому что, если ты играешь от верха, тебя, ну, тяжелее убить, например, на каких-то картах. Потому что у тебя там, ну, тут же, например, вот дэшки, там, у тебя может торчать только голова, а там, например, у тебя противника нет штурмовика, и, ну, у тебя будет сложно просто убить, ты можешь, там, с того же верха всех расстреливать, если кто-то будет открываться. А так, ну, если даже... Ну, если вот именно смотреть, танковать, если штурмом, то сложно, на самом деле, потому что сейчас все классы защищены, и любой класс может. Если ты принимать урон, а штурмовика могут просто, например, сваншотить. Даже Чапа, например, и любой другой дробовик. Я говорю, ну, сами лучше, мне кажется, сейчас именно играть вот, либо как-нибудь стреляться из каких-то вещей, либо играть просто сверху, пробовать развивать, потом уже как-то дальше строить игру. Ну, вот ты сказал танковать, им не надо. Я помню, как-то не так давно мы играли с Костей, медиумом, снимали, он говорит, что АВП и штурмовик как раз это два танкующих класса. Я говорю, нет, я говорю, танковать можно, но им очень сложно, потому что я говорю, тебя могут сваншотить и все. Нет, ну, нету, у штурмка нету 200 там брони, как, то есть у него было там брони 200, то окей, можно было танковать. Но у него примерно такая же броня, количество брони, КП одинаковые у всех, как и у всех класса вообще, абсолютно. У всех уже сейчас одинаковая броня, и это какой-то брони специально для поведенного класса. Так, ну окей, смотри, на таких тогда дистанциях, ну, на режимах мясорубки командного боя мы занимаем позиции сверху, это, ну и в целом, наверное, я могу же сказать, что играть от позиции штурмовиком. То есть в защите сверху от сверху играть, это, ну, это очень хорошая позиция, в которой тебе тяжело убить. Но чаще всего приходится, именно если все грамотно, люди делают этот слет, даже не на ИРМе, обычно как дают смока там наверх, и ты, как бы, тебе тяжело что-то делать сверху. Приходится чаще всего спрыгивать просто. И уже как-то пробовать снизу играть, что уже намного тяжелее против тех же медиков, которые в упоре сидят, там АВП, которые прицелы стоят. Так что это не все работает, опять же. Если люди начнут понимать, что ты делаешь, они начнут, как бы, ну, пути они открываться, либо там кидать на тебя смоки, ну и все, и твоя позиция будет бесполезна, тебе надо уже как-то, ну, по-другому играть просто. Так, ну вот мы и на рейтинговых матчах. Тут вопрос простой. Что, как играть вот в таких стрелковыми классами? Нужно ли здесь что-то знать? Здесь так же, этот... Там можно играть, если ты играешь один, играешь с командой, выходишь, даешь в лицо, и все. А инженеру на ИРМ как лучше всего действовать? Все, ну, то есть все то же самое, что у штурмовика, или есть какие-то нюансы? Да то же самое, просто что с инженером, если ты штурмовиком, например, можешь постреляться, и что, если и выжить, то ты себя похилить, например, не можешь. А инженер, если он может постреляться, еще и выжить, то он может себя и похилить еще броней. Если у него еще и этот хилочка, то это вообще бомба. Ну окей, мы разобрались уже, что оба класса в целом на ИРМ, ими можно и танковать, и занимать позиции. Но у инженера, точнее, есть преимущество, потому что он может себе раздавать брони и, собственно, диффузить бомбу. Инженеру надо просто поближе играть, потому что, опять, ну, у нас же есть такое, что у оружия есть урон, который зависит от расстояния, падение урона есть. У каждого оружия там как-то свое, но оно определительно одинаковое. И если тратить за такой же дистанцией, как, ну, прошедшую штуку века, там с одного конца края, ну, карты на другой, то это будет, ну, даже если с сильными пушками, то будет, ну, не очень комфортно, конечно. У тебя просто будет хватать где-то урона и просто надо будет долго убивать. Либо стрелять голову, ну, там, опять же, если залетить, там по-разному. В этой игре же, ну, на месте, считай, никто не стоит. В этой игре тут все время игроки двигаются. Ну, только если АВП могут там сесть, например, ну, шляком надо поближе намного, да, играть. Не как медик, но вот на средней дистанции где-то он очень хорошо убивает. А его упорят уже очень хорошо. И особенно там с СМП, вот МПХ, упорят уже очень хорошее оружие. Это инженером, да. А штурмовиком все то же самое? Или все-таки можно дальней дистанции занимать? Ну, лучше всего убивается, конечно, с дальнего, именно потому что у него есть ваншот. Штурмовику не хватает в упорах, если можно вывать в голову, там, ну, если там вся реакция, все вот это есть, можно вывать в голову, там, в упоре, там, медику, если там они с ваншотят. Но штурмовику не хватает скорострела, например, как у инженеров. У инженеров скорострел аж за 700 уходит, за 30-750 где-то, вот именно у таких метовых оружий. А у штурмовика максимальный скорострел это как раз-таки вот 640 сейчас в уявке. Лучше всего, конечно, был скорострел у Беретты. Но у него урона такого не было. Смотри, а если ты уже играешь, ну, там, любой наш зритель, например, да, игрок, он уже играет, там, что инженером, что штурмовиком, то есть он наверняка понимает, ну, там, основную часть того, что умеет класс, как ему нужно, там, действовать. Есть ли какие-то советы, которые ты можешь дать, чтобы максимизировать свою отдачу в игре за эти два класса? То есть что нужно делать человеку, например, чтобы еще лучше отыгрывать своим классом? У тебя требуется просто твоя задача, как бы одна задача этого класса. Ты можешь вот так порезать, выдавать брони, ставить бомбы, и все это, в принципе, максимум. Если ты еще сильно стреляешь, то тебе будет два раза проще. Если ты играешь за ВП и сильно стреляешь, то тебе, конечно, будет легче два раза убивать, типа, искать кого-то, понимать, где кто может сидеть. Ну, самое важное тоже уметь слушать, например. Все стрелять могут на одном уровне, но вот слышать, кто где находится, это самое важное, что есть. Если вот так поставить вопрос, кто-то долгое время играет, там, не знаю, медиком условным, и хочет поменять свой класс на инженера или штурмовика, вот человек, который там либо вообще никогда, ну, я не знаю, может быть, такие есть, или очень давно не играл за стрелковый класс, что ему в первую очередь нужно будет осваивать за этот класс? Ну, в первую очередь, конечно, ему надо будет идти, держимся, руки играть, ну, просто ему надо идти, просто ему нужно время для того, чтобы научиться стрелять, понимать, как стрелять, как выходить, как подкатываться, просто, ну, это, на самом деле, не тяжело, это просто нужно время, просто времени надо много, ну, даже, не знаю, много, у всех по-разному, вот именно, просто тратишь время, если ты хочешь научиться, учишься, и все, у тебя там получается. И заключительный вопрос, который я задам тебе, который я задаю всем нашим гостям, дай домашнее задание нашим зрителям, что нужно делать следующую, допустим, там, неделю, месяц, год, что нужно делать на регулярной основе, чтобы выдавать максимум за стрелковый класс. Можно смотреть, например, турнирные игры, если человек захочет, чтобы понять, например, как вот кто-нибудь, да, вот играет за такой вот, есть у него класс, вот он, как он за него вообще двигается, как он за него играет, что он за него делает. Можно смотреть игры. Ну, в общем, все в любом случае упирается в стрельбу, и, наверное, на втором месте движение будет, да? У нас просто игра, у нас такая игра, если ты умеешь очень сильно механически двигаться, и одновременно очень хорошо стреляешь, то это очень классно, и это незаменимая вещь, ты понимаешь, как управлять своей моделькой, как, если ты очень быстро наборишься, сильно стреляешь, понимаешь, что, как делать соперник, то лучше игрока просто, но не придумывать вообще в этой игре, который понимает вообще абсолютно все. Но это очень трудно, идеальных людей нет, поэтому у каждого есть свои, так сказать, ошибки, изъяны. Ни в одной другой игре такого нет, ни подкатов, там не подкаток, подкаток, подкатов, стенку, но такого ни в одной игры вроде нету именно, чтобы вот прям так, потому что подкаты можно и прерывать, и все, если не делать, там можно так выходить, можно упрыгивать, так, тему практически не убить, так что очень все сильно, это надо, но это много времени надо, чтобы всему научиться и желание. Дорогие друзья, это ваше домашнее задание от Дивайна. 15 мясорубок в день, мы стреляем только в голову, я так от себя сформулирую, что мы стараемся в целом наводиться только в голову, не страшно, если вы будете не попадать, лучше промахнуться, но целиться в голову и стрелять или направлено в голову, вот так, наверное, да? На самом деле еще можно сделать так, чтобы, ну, можно делать по-разному, можно, например, спуститься там одну-две мясорубки, ходить, просто ходить в прицеле, именно наводиться в прицеле, не подкатываться, не прыгать, а просто ходить, можно сказать, как бот, но при этом делать это для своей пользы, просто стрелять именно в прицеле все время, именно наводить прицел, без подкатов, без прыжков, там, на другой, на другие мясорубки, можно, например, всю мясорубку там тут же подкатываться, там, чтобы понимать, как этот подкат работает, там прыжок, а этот прыжок работает, значит, только подкаты, окей, пять только в прицеле, следующую пять только в подкате, и последняя пятерка, подкат плюс прицел, вот такое домашнее задание от Дивайна на вашу оставшуюся жизнь, ну окей, постараемся это домашнее задание выполнить всю следующую неделю, и посмотрите, улучшились ли ваши результаты, обязательно пишите об этом в комментариях, ну и в целом, как бы, никто не останавливает вас делать такое домашнее задание каждый день на протяжении месяца, двух, трех, а то и дольше. Ну и на этом у нас все, дорогие друзья, как я и сказал, да, в комментариях вы пишите через неделю, в комментариях, прям под этим же роликом, напишите, какие плоды принесло вам это домашнее задание, и не забывайте, кстати, если вы хотите научиться круто играть, подписывайтесь на канал Дивайна в Ютубе, мы ссылочку оставим в описании, так что, да, переходите и пишите ему классные комментарии под его видосами. Ну и все, нам тоже, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие наши ролики про следующие классы, да и все, спасибо тебе большое, Денис, пока. Тебе спасибо, всем пока, Warface самая крутая игра.